Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Минарахович. Прошедшая неделя была очень богата на футбольные события с участием мозорских футболистов. Первым событием в футбольной жизни Мозорщины мы назовем матч пятого тура чемпионат страны в первой лиге, который для нашей славы Мозорь проходил в Смаргоне. На местном, что любопытно, стадионе «Юность». И пусть не родная арена, но родное название стадиона должно было вдохновить представителей столицы «Полисия» на игру, в которой болельщики Слави Мозорь ждали от своих любимцев победы и как можно большего количества голов. Состав нашей команды в этом матче был следующим. 30-й номер – Родион Симук, капитан команды номер 2 – Игорь Воронков, 4-й номер – Руслан Ходоркевич, 7-й номер – Александр Ануфриев, номер 11-й у Дениса Тропашко, 13-й номер – Игорь Костров, номер 18 – Семен Колобенко, 23-й номер – Владислав Завадский, 31-й номер – Игорь Тиманюк, 88-й, Александр Аевский, и, наконец, 93-й номер – Дмитрий Кривошеев. Как видим из состава два молодых игрока не старше 1997 года рождения. Это Семен Колобенко и Дмитрий Кривошеев. А тут мы видим первый голевой момент, когда мяч мог попасть в сетку, но не сделал этого. Хотя тогда, в начале первого тайма, казалось, рано или поздно гол состоится. И, конечно же, мы резонно рассчитывали, что откроет счет команда гостей, то есть наша родная и любимая Славия Мозырь. Например, сей эпизод. Кажется, здесь вполне мог бы быть гол. И он был бы, но пока наши нападающие не всегда могут первым касанием, направить мяч в сетку требуется время для обработки мяча. Чем пользуются игроки обороняющейся команды, отодвигая опасную ситуацию подальше от собственных ворот. Бывают, атаки завершаются ударами. Правда, не всегда в створу ворот. Моменты у Славии Мозырь возникали постоянно, но с таким же постоянством они не притворялись в голы. Хотя, казалось, вот-вот должна свершиться заветная реализация этих моментов. Но случались в игре и жесткие столкновения, после которых футболисты не сразу могли продолжить игру. Что ж, футбол – мужская игра, где нет места сантиментам. Но как сдержать досаду, когда очередная комбинация нашей команды завершилась безрезультатно? Тут отметим Александра Раевского, сумевшего освободиться от опекуна и сделавшего хорошую передачу в штрафную площадь с Маргони. Последующие события привели даже гол в исполнении Славии Мозырь. Но гол этой защиты не был, так как судья встречи усмотрел в предваряющих удар действиях нарушение правил. Уже на 28-й минуте случилось первое предупреждение, которое получил наш защитник Руслан Ходорокевич за сыры в перспективной атаке соперника. Вот еще один момент, когда трибуны требовали санкций, как показалось зрителям, нарушителю правил. А здесь судья не удержался от очередного предупреждения, которое получил наш защитник Игорь Тыманюк. Последующий штрафной удар дивидендов с Маргони не принес. Удар был заблокирован. Поклонники Славии Мозырь ждали гола. Его отсутствие не прибавляло настроение болельщикам команды из столицы Полеси. Здесь момент, когда они, болельщики из столицы Полеси, требовали пенальти, а вот местные любители футбола придерживались противоположной точки зрения. Еще один стык, в результате которого оба игрока оказались на газоне, и не глядя на нокдаун, в котором пребывал Семен Колыбенко, он и получил желтую карточку, которая оказалась третьей за тайм в исполнении нашей команды. Одним из примечательных моментов конца тайма стал удар футболиста команды хозяев. Правда, не точный. Менее чем через минуту наш ответ сопернику. И в завершении рассказа о первом тайме отметим данный штрафной удар, а также подытожим первую половину игры 0-0. Команды ушли на перерыв, чтобы после 15-минутного антракта начать второй акт футбольной пьесы, кстати, что в одной, что в другой команде, обошлось без замен. И те же, что и в первом тайме игроки, продолжили матч по похожему сценарию. Разве что преимущество Славии Мозырь стало еще значительнее, но это по игре. Результат в виде гола не приходил. Одна из атак, которую начал наш вратарь Родион Симук, а продолжил капитан команды Игорь Воронков и завершал он же после отыгрыша с Дмитрием Кривошеем, вновь гола нет. Хороший проход с дриблинга Владислава Завадского, но ворота Сморгони были как будто заколдованы. Один из немногих атакующих эпизодов в исполнении футболистов Сморгони. Родион Симук надежен. На 64-й минуте матча произошла первая замена нашей команде. Дмитрий Хлебасулов, номер 50, вышел на смену Владиславу Завадскому. Атака должна была оживиться. Сразу же Дмитрий решился на удар, правда не очень опасный. Это опасная контратака команды хозяев, в которой удачно обороняясь, вполне не прочь были и забить гол, помышляли о победе, так сказать, представители Гродненской области. В итоге, правда, арбитр поднял флажок, означавшее положение вне игры. И хотя гол в нашей ворота был забит, защитный, естественно, он не был. И еще большая вероятность гола случилась, когда в результате игры рукой этот эпизод на вашем экране был назначен пенальти ворота Сморгони. И нарушение было столь очевидным, что игроки в темной форме даже не спорили. Пенальти, который отправился реализовывать, штатный пенальти Слави Мозырь Денис Тропашко. Денис уже пробивал 11-метровый удар в Светлогорске, и тогда местный химик не сумел оставить ворота в неприкосновенности. Сейчас же, после долгих подготовительных мероприятий, Владислав Хвин, голкипер Сморгони, справился с этим ударом. И, как вы видите на замедленном повторе, первый номер к хозяев поля в данном эпизоде сыграл просто мастерски. Наш же нападающий в этой дуэли уступил, и не забитый пенальти, как уж от холодной воды. Правда, еще оставалось 20 минут, что для гола более чем достаточно. Вот одна из попыток в исполнении Дмитрия Хлебосолова, который пробил с лета. Не точно. Это накладка, которая получилась у Дмитрия Кривошеева, за что наш молодой полузащитник удостоился желтой карточки. И на этой же 74-й минуте Михаил Алексеевич Мартинович сделал двойную замену вместо Александра Раевского и проштрафившегося. Дмитрия Кривошеева вышли играть Дмитрий Воробей и Иван Лузан. Кстати, сразу скажем, что это были последние замены в исполнении Слави Мозырь, которая впервые не совершила. Все допустимые в первой лиге замены, пять, удовлетворившись тремя рокировками игроков. И, кстати, штрафной удар, который пробивает Дмитрий Хлебосолов, первый удар отражает вратарь Сморгони. Но как-то не уверен, добивания гола нет. Еще один шанс. На этот раз штрафной удар мог дать возможность отличиться Славе Мозырь. Дмитрий Хлебосолов и снова вратарь. Пусть как-то нечетко, но все же отводит угрозу Владислав Хвин. Еще одна возможность отличиться у Слави Мозырь. Комбинацию перехватом начал Руслан Ходоркевич. Она продолжилась и Денис Тропашко головой не сумел поразить ворота Сморгони. Какими-то заколдованными стали те ворота для Дениса. Еще раз этот удар в замедленном повторе. Да, после таких нереализованных шансов все четче вырисовывалась ничья, как итог этой игры. Хотя в ответной атаке уже хозяева могли пенять на самих себя за нереализованную возможность. Зрители, правда, усмотрели в игре футболиста в белой форме фул, что означало пенальти, но судья продолжил игру. К вязьему не удовольствуют 350 зрителей, пришедших посмотреть на этот матч. Болельщики Слави Мозырь, в свою очередь, готовы были выпрыгнуть на поле, дабы помочь любимой команде победить, но тщетно. Более того, в концовке встречи Сморгонь могла праздновать успех, реализуя она свои шансы, которые появлялись у команды Николая Васильевича Гергеля все чаще. Очередной эпизод, когда хозяева поля могли забить гол, но все же поражение Слави Мозырь уж точно не заслуживало. В концовке встречи вообще наша команда лишилась игрока. Дмитрий Воробей в ответ на грубую игру против него не сдержался и ответил обидчику, что не осталось без внимания судейской бригады. Красная карточка и концовка игры, которая завершилась со счетом 0-0. В честь наших игроков даже после такого результата, а 0-0 это огорчение для Слави Мозырь, футболисты подошли к немногочисленному, но все же сектору болельщиков команды столицы Полесья и поблагодарили их. А мы, оценив все действия, отправимся на пресс-конференцию, на которой нашу команду представлял старший тренер Слави Мозырь Максим Николаевич Суховеев. Ну, очередной раз потеряли два очка. Не знаю, что происходит, но третий матч, где играем мячу при большом преимуществе, не можем забить. И пенальти, и пустые ворота, как бы на тренировках постоянно, и тренируем подачу сланга в завершении, все получается. Как игра, не попадаем в двух метров пустые ворота, ну, не знаю, это или психология, что-то влияет, наверное, психологически не можем переломить, наверное, не можем забить. Тяжело даются голы. Надеемся, прорвет и все будет хорошо. Вот так, опять же, хорошая игра с нашей стороны. Но результата нет. Пока не получается. Николай Васильевич Гергель, наставник команды хозяев, свой комментарий делал тоже не в лучшем настроении. То ли в такт коллеге, то ли действительно Сморгоне хотела большего, чем нулевая ничья, которая подытожила данный поединок. На додорно сегодня встречались с квалифицированной командой, которой подобраны игроки неплохого уровня. Команда, которая ставит перед собой задачи. Мы, как говорится, становление команды, становление игры в нас. Но было разных два тайма. Первый тайм, где-то моментами у нас что-то получалось. Но все же играть без нападающих, это очень тяжело. Просто передим нас и играют ребята, которые не на своем месте играют. Но выходим из положения. И, как говорится, одно очко – это тоже, как говорится, для нас положительный результат. Вопрос от пресса касался подготовки к матчу и тактики Сморгоне, которая, как оказалось, построилась под соперником. Мы смотрели игру, разобрали эту игру, довольно сильную линию атаки у них. Ануфриев, Трапашко, ребята довольно сильные. За мяч могут зацепиться, могут индивидуально обыграть в один-в-один. Просили ребят постоянно Ануфриев держать в зазор, потому что парень очень быстро. Слава, ну, как говорится, исправились с заданием своим. Да, были допущены ошибки определенные, конечно. Учитывая длину нашей скамейки, я считаю, что для нас сегодня результат положительный. Кроме матча в Сморгоне, пятый тур чемпионата страны в первой лиге включал в себя следующий матч. Гранит Микошевича, Барановича, нулевая ничья. Слоньем 2017 дома уступил Светлогорскому Химику со счетом 0-1. Волна Пинск, чист ничья 2-2. Нафтанова Полос чем-то сюрпризно обыграл Бобруйскую Белшину 1-0. Лида ЮАЗ Житковича 1-1. И, наконец, Энергетик БГУ Минск, Урша 4-0. Тур пропускала на этот раз команда из Гумеля Локомотив. А турнир на таблице обрела после пяти туров следующий вид. Впереди Энергетик БГУ 11 очков. Далее Белшина, Урша. У нашей команды 4 игры и 6 очков. Пока восьмое место, но, надеемся, это только пока. Шестой тур состоится уже на этой неделе. Его пропускает команда Белшина Бобруйск. Другие пары. Лида Нафтанов, Барановича ЮАЗ, Урша Горани, Чисть Энергетик БГУ, Химик Волна, Локомотив Сморгонь. И, наконец, в субботу, 12 мая, на стадионе «Юность», столица Полесья, Славия Мозырь принимает «Слоним-2017». Начало игры в 17 часов 30 минут. И, кстати, во вторник на стадионе «Полесья» в Козенках юношеские команды футбольного клуба «Славия Мозырь» сразятся с сверстниками из Бобруйской Белшины. В 13 и 15 часов на поле выдают команды соответственно 2001 и 2002 годов рождения. Еще один турнир, мимо которого мы просто не имеем права пройти, это чемпионат Мозырского нефтеперабатывающего завода по мини-футболу, который собрал по своими знаменами 18 команд, разделенных на 4 группы, победители которых составили квартет сильнейших футбольных дружин, в котором уже непосредственно будут разыгрываться медали. На ваших экранах один из важнейших поединок групповой стадии. Команд пятого цеха и нефтехимического производства. И в той, и в другой дружине хватает хороших мастеров, но все же козырь футболистов НХП – командная игра. А в сборной пятого цеха, которую возглавляет в прошлом профессиональный футболист Сергей Александрович Трунин, хватает индивидуально сильных мастеров, что, наверное, и предопределило итог данного противостояния 5-3 победа команды пятого цеха. Одним из лидеров которой является воспитанник футбольного клуба «Славия Мозырь» Дмитрий Харитончик. Соперник – это в нашей подгруппе, наверное, самый наш главный, с которым надо было побеждать. И то, что в первом тайме, да, настроились, а во втором тайме уже немножко расслабились, как бы и дали больше, ну, как-то, возможность им забить. Наверное, на главную игру группового этапа Дмитрий Харитончик со товарищей настраивался особо. И, кстати, что помогает команде пятого цеха – побеждать раз за разом. Ну, мы на все игры как бы настраиваемся. Настраиваемся, ну, только на победу, потому что у нас задача стоит занять первое место. Помогают, помогают наши зрители-болельщики, которые приходят за нас, переживают. Отметим и других футболистов команды пятого цеха – Валерия Новосюлова, Александра Воробья, галкипера Андрея Пискуна и замечательного игрока Леонида Лавренчука, между прочим, чемпиона Европы по футзалу. «Сыграли мы в первом тайме, да, довольно-таки хорошо. Во втором тайме немножко расслабились. Ну, поначалу как бы начали бить, бить по воротам, много не забили. Мы просиделись, это, можно сказать, треть тайма на воротах, не забили. Ну, потом в итоге, как говорится, не забываешь, ты забиваешь себе. Один забили, потом не успели, чуть прийти в себя, еще один пропустили. Ну, так пошла игра на встречных курсах в конце. У нас счет как бы был в нашу пользу, устраивал нас, то есть, как бы близко мы их сильно не подпустили». Задачи, которые ставят перед собой футболисты пятого цеха, максимальные? «У нас всегда, ну, максимальная задача. У нас цех борется постоянно в кругозичной спортехиаде только за первое место. И в другие места, как бы, тоже считается проигрышем. Поэтому наш вид спорта не исключение. Мы здесь тоже боремся только за первое место. А что касается соперника, то мы с этим соперником уже попадаемся, если я не ошибаюсь, наверное, третий раз подряд, третий год подряд. В прошлом году была тоже довольно-таки тяжелая игра, 2-1 всего лишь выиграли. Ну, они с каждым годом прибавляют. Интересная команда, ребята с понятием занимались футболом когда-то. Кто-то не занимался, но за счет упорства, старания, как бы, не испортил особо ничего на поле. Ну, у нас, как бы, команда немножко посильнее. У нас, как бы, все бывшие футболисты, то есть, где-то кто-то поиграл на хорошем уровне. Поэтому, даже если так взять, то, ну, то есть, фаворитами были мы. Команда нефтехимического производства тоже заслуживает добрых слов. И каждый игрок этой футбольной дружины может быть отмечен за свою любовь к футболу, за понимание этой игры, которой, например, наш следующий собеседник увлекается с детства. Ну, вот где-то с такого возраста, с лет, ну, не знаю, семи, наверное. Ну, это, в первую очередь, командная игра. И когда ребята играют в футбол, это ты делишься своими эмоциями с близкими людьми, раздляешься с ними трудности какие-то, либо, наоборот, победы. Поэтому это всегда интересно. Эмоции, в первую очередь. Что получилось и что не получилось у команды нефтехимического производства в спортивном поединке со сборной пятого цеха. «Команда готова, в принципе, была. Ну, возможно, мы были не готовы к такому началу. У нас была немного другая стратегия, но все пошло не по нашему плану. Поэтому как-то быстро пропустили много голов, потом было тяжело отыгрываться. Ну, сейчас на данном предприятии, как бы, уровень футбола намного выше, чем когда я пришел. И сейчас трудно предсказать, как будет развиваться событие в данных играх. Поэтому все команды примерно равны. Есть, конечно, какие-то лидеры, какие-то аутсайдеры. Но главное – стратегия, наверное, в мини-футболе. Ну, и желание побеждать. Мы немножко упустили нить игры в начале. Потом, наверное, стали. И все же отметим прогресс этой команды, которая даже по ходу данного турнира старалась прибавлять от игры к игре. И даже в проигранном поединке с командой пятого цеха футболисты НХП выглядели достойно. А радость болельщик. Ну, да, у нас уже была третья игра. Но сейчас последняя с пятым цехом – это была, скажем так, проверка на прочность. Они всегда, можно сказать, эталон футбола в нашем заводе. Поэтому было интересно проверить, прежде всего, всего себя. Ну, и вообще, как бы, спорт, футбол, здоровье. Вот так. Финальные матчи чемпионата Мозорского нефтепрорабатывающего завода по мини-футболу пройдут с 10 по 12 мая в спорткомплексе с дюшер номер 1, что во дворце культуры строителей. 10 мая в четверг в 18 часов поис, цех номер 9, 18.40, цех номер 5, цех номер 22. Днем позже, в пятницу, 11 мая, в 18 часов поис, цех номер 22, 18.40, цех номер 5, цех номер 9. И, наконец, суббота, 12 мая, 10 часов утра, цех номер 9, цех номер 22. И, наконец, с 10 часов 40 минут, матч, после которого состоится церемония награждения, цех номер 5 и прошлогодние чемпионы поис. Близится время третьего турнира по футболу среди учащихся общеобразовательных школ Мозорского района «Хрустальный мяч». На этот раз 2018 на призы открытого акционерного общества «Мозорский нефтепрорабатывающий завод». И это состязание, в котором будут участвовать мальчики, 2008 года рождения и моложе, и девочки, которых нередко увидишь на этом турнире, 2007 года рождения и моложе. Я бы рассказал про этот турнир, что он выбрал специально как бы год у участников, тех детей, которые только начинают свой спортивный путь в жизни. И наблюдать за тем, что не заученные какие-то уже движения, а вот эти непосредственные детские, это интересно и красиво. Что я хотел бы еще сказать, что организаторами этого турнира является наш завод, потом отдел образования спорта и туризма и футбольный клуб «Славия Мозорь». Турнир уникален тем, что все команды получают призы. И чем лучше результат, тем престижней приз. И форма, мячи, другие необходимые спортсмену вещи, инвентарь. Детки зарабатывают для своих школ сами. Согласитесь, здесь есть и хороший воспитательный эффект. Турнир состоится 18-го числа, 18-го мая, на нашем центральном стадионе «Юности». Открытие, торжественное открытие будет в 9 часов утра. Приглашаю всех поболеть и родителей, и просто любителей футбола посмотреть на это чудо. Закрытие приблизительно просчитывали, будет около часа дня. Ну что же, у нас нет никаких сомнений, что настоящий ценитель футбола, истинный спортивный болельщик, посетит стадион «Юности» 18-го мая и матчи, продолжительность которых будет составлять 30 минут. А финальных игр – 20 минут. Не только украсят футбольную жизнь столицы Полесья, но и сделают нас, любителей футбола, несколько лучше и добрее. Ну что же, дорогие друзья, будем надеяться, из сегодняшних мальчишек в будущем вырастут звезды мирового футбола. Чемпионат Мозорского нефтепрорабатывающего завода в финальных играх покажет нам еще более яркий, чем это было до сели в футбол. А Славия Мозорь обязательно, всенепременно, в субботу одержит победу. На сегодня это все. С вами был Футбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. В добрый путь! Субтитры подогнал «Симон»